Ура! Вдали от семейных забот и рабочих будней шикуют с голливудским размахом. Дома ждут и переживают, болеют за меня, при моих ребёнка, муж. Не просто самые красивые матери и жёны России, титулованные звёзды. У каждой уже есть номинация «Миссис» своего региона и поклонники – мужья, родственники и дети. Среди идеальных женщин выбирают самую-самую. Подтянутые фигуры и кубики на животах. По формам Светланы Малаевой не скажешь, что выносила троих детей. Многодетная мама считает калории по своему методу. У меня весы есть дома, но они сломаны. Дети там их просто взвешиваются постоянно, поэтому нет. Ну, просто, наверное, по-любимому какому-то платью. Когда залазишь в него – супер! А если что-то уже не сходится, значит, надо худеть. Пятилетняя Аня со знанием дела разбирает мамину косметичку. Она – титулованная дочка, лучшая детская модель Нижневартовска. Собственным примером подтолкнула маму на испытания. Я хочу, чтобы моя мама победила. Семья Мякишевых из Хантамансийска на теплоходе в полном составе. Муж Лев знает о конкурсных хитростях, как правильно наряд для выступления подобрать и как поддержать жену эмоционально. И оснований никаких нет, чтобы негодовать, ревновать. Ну, хочется человеку, нравится, но что-то ей же нужно, вот как-то себя проявить. Замужние даже за кулисами, в каютах и на палубах ведут себя, как королевы. Успевают и о детях заботиться, и придумывать новые образы на каждый конкурсный выход. Маленький перформанс, который может отразить мои чувства сейчас. Наверное, так, раз я говорю о том, что танец – это язык. Участницам конкурса некогда любоваться волжскими просторами. И даже экскурсия по Угличу, как испытание на звездную прочность. Необходимо уметь отражать эмоции поклонников. Ничего, лишних в общем не бывает. И удачно получаться на фото, хоть под проливным дождем, хоть под ярким солнцем. Немножко разворот на меня, отворачиваешь голову сильно. Конкурсантки «Миссис Россия» не просто замужние дамы и матери. Они должны быть успешными и в карьере. Половина участниц управляет бизнесом, у многих – по два высших образования. Это духовность, это дети, это отношение к семье. Все-таки это конкурс «Миссис», а не «Мисс». На «Мисс» оценивают бьюти, а у нас оценивают все вместе. Насколько человек несет в себе внутреннюю красоту. Красоту замужних девушек оценили по всем критериям. Выбрали «Миссис Спорт», «Миссис Стиль», «Миссис Бизнес», национальный костюм, дружба, фото и семья. Корона для обладательницы титула «Миссис Россия» – тяжелая ноша. И не только потому, что сделана она из хрусталя. Самая красивая жена страны должна будет выполнять много обязанностей. Участвовать в рекламных кампаниях, заниматься благотворительностью и вести различные социальные проекты. Миссия «Миссис» завершится лишь через год, когда она передаст корону новой победительнице конкурса. Жюри решила короновать сразу двух участниц из Красноярска и Карелии, руководителя Академии танца и педагога детского сада. Именно они будут представлять российских жен на финале конкурса «Миссис мира». На него съедутся замужние девушки со всей планеты. Будем стараться представлять свою страну, выигрывать. Для этого сделаем все возможное и невозможное. И думаю, кто-то из нас двоих обязательно привезет корону. Юлия Конькова, Игорь Шишилин из Москвы. Специально для ТВ-центра «Саратов».